только вот это не на взрослых надо как бы давай я скажу все таки привет ребят я очень рад вас всех видеть на канале немножко уставший голос по что сколько turbo со мной сегодня приятно да здравствуйте всем сколько погоди мы начали стрим 6 часа 2 ночи ну вот 8 часов 8 часов в общем вот спустя эти 8 часов мы решили сесть и подвести итоги того что мы сегодня видели то то во что мы поиграли и ответить на самые важные вопросы тех зрителей которые нам эти вопросы постоянно задавали я сейчас быстро по технической части пройдусь нет ключей не существует доступ вы получаете только по приглашением на вашем аккаунте от blizzard сейчас происходит волна за волной приглашение вас еще есть шанс но опять-таки будут выходные вот эти все будут бета выходные так что не отчаивайтесь если вы не попали в бету овервотча вы еще еще успеете все еще нормально будет но в целом хотелось сейчас поговорить больше впечатления я бы сказал что игра выглядит законченной вот то есть все она готова поиграв в целом да то есть по геймплея имеется виду понятное дело что статистика не сделано еще не очень комфортно сделано навигация в игре там нет никакой прокачки вашего уровня аккаунта нет внутри его грового магазина который будет обязательно но вы знаете как монетизирует свои игры blizzard то есть если вы посмотрите в сторону team fortress и heroes of the storm или там counter strike или dota вот по такой системе будет монетизироваться игра исключительно всякие свистелки переделки продаваться turbo вот как ты считаешь ты считаешь скажи мне самый большой самый главный плюс и самый главный минус овервотч самый большой плюс это то что ты к правильно сказал что игра уже закончена то есть в нее можно играть и и даже если она такой и останется то я думаю в нее проиграют там не знаю вот полтора пока она всем не надоест и дальше она будет только развиваться вширь там бы добавляться новый герой будет добавляться новый режим и карты и прочее то есть она будет состоится лучше и лучше сам большой минус того что игра может приезти кому-то очень быстро то есть я перед когда узнавал про игру я перед там стартом дня за три мне вот просто складом с такими огромными глазами я зашел на youtube смотреть проверку потому что мне на блок крайне интересно мне вот хотел попробовать его прям сейчас и я наверное пересмотрел все видео подряд и под конец этого всего я такой щеку тоже наигрался надо есть такое ты уже понимаешь что ты когда захочешь грунт и вряд ли там что-то новое не но это это лишь проблема не понимаешь то что она проблема исключительно личная не не проблема игры все-таки нет это проблема игры то есть ты можешь через два часа наиграться и все то есть здесь уже посмотрим посмотрим то есть мы сегодня с тобой сколько проиграли вот мы мы начали начали играть где-то в восемь вечера да и вот в принципе почти без перерыва 6 часов там 5 часов шел 5 часов то есть вот то есть да мы 5 часов без перерыва фигачили и то мы ребят перестали играть только потому что техническое обслуживание началось и близок да мы поиграли до утра это это факт герои кажется вполне себе сбалансированными карты сделаны замечательно визуальная составляющая очень хороша плюс заключается вот в том что вы четко знаете куда вам нужно идти даже не зная карты даже мини карты никакой нет здесь вы четко знаете что вам нужно делать здесь вы четко знаете где находится враг где находится союзник просто и гениально на каждого героя есть герой который его контрит и на того который тебя контрит на него тоже есть своя контра есть местами конечно широковатости есть местами такие вот моменты спорная когда тебе кажется что вот эта способность этого героя она она слишком сильно бастион на свиньи захил он слишком силен на чем turbo свиньи может быть у тебя просто получилось я вот я вот не знаю поиграл за свина очень низкий кулдаун и очень много здоровья тебя захиливает то есть ты дерешься дерешься и например в тебя влетает чья-то ульта да ну такая серьезно ты нажимаешь под хил ты переживаешь эту ульту без проблем потом хукаешь этого человека и убиваешь его то есть ну вот как-то вот может быть это просто я хорошо понял этого героя а люди пока что сейчас не особо то и наиграны да не особо еще знает как играть поэтому может быть у меня все хорошо и получалось герой интересная пол большую героев достаточный вполне себе достаточно там сколько у нас получается категории 4 категории 4 категории атакующие защитники саппорты и и танки и танки да на каждую категорию поскольку там 45 героев ну правда есть во что поиграть мне кажется даже я за эти 6 часов не поиграл даже с полностью за всех персонажей прямо за все то есть появились некоторые любимчики за которых я прям вот постоянно играл неплохо получалось ну что тебе понравилось больше всего я даже не знаю что больше все понравилось понравилось нагибать но как обычно что что тебе может нравиться в игре конечно это не побеждают это все люди личности а мне понравилась эстетика игры наверное вот самое большое то есть даже даже не выглядит даже не темп игры да даже не дизайн на игровой механики там мне понравилось в основном именно эстетика мне понравилась вселенная overwatch это кстати да это отдельный плюс вот прям чувствуется что вот за вот этим вот текстурками затем всем что они нарисовали стоит что-то большое я на стриме рассказывал ребят историю про создание overwatch ну вкратце я могу сказать что раньше это был проект прометей возможно он же и был титаном я вот не берусь точно говорить и люди пытались сделать более масштабную игру у них был большой бюджет но каждый раз они делали делали потом говорили нет этого это недостаточно это недостаточно потом когда уже бюджет почти закончился стал вопрос либо мы сбрасываем со счетов эту этот проект либо используем оставшийся бюджет и делаем на основе этих денег уже что-то чуть чуть менее амбициозное ну и вот в итоге получился overwatch на основе той вселенной которая не создавали для более масштабной игры игре это пошло на на пользу естественно естественно но игра до игра хороша на закрытом бета-тесте уже есть русский язык как в интерфейс интерфейс таки озвучка персонажей озвучка комментатора все хорошо все прям вот blizzard и молодцы который раз они доказывают что умеют могут ребята делают делают качественный контент многие будут плеваться конечно типа фри-то-плейные по стрелушки blizzard уже не факт но ребят тот кто так будет говорить он все еще застрял в эпохе когда гейминг был чем-то хардкорным что ли чем-то узеньким таким знаешь то есть не для всех сейчас игровая индустрия она в принципе для всех играют все играет домохозяйки играют дети играют хоть даже собаки играют во что угодно на мобильных устройствах неважно на компьютере там на приставках на консолях и от этого геймплей я бы не сказал стал казуальным до в играх а стал что ли более понятным и доступным для большего количества людей хардкорность в играх blizzard она заключается намного глубже с первого взгляда игра может показаться очень простой но когда вы начинаете играть вы понимаете особенно в овервотч когда с каждым этапом матч меняется и вы например там в одной зоне зона широкая большая территория вы сражаетесь вы берете там какой-нибудь рейнджового персонажа а потом бах и геймплей переходит в узенький коридор но это например в миссии сопровождения и там вы уже берете и меняете героя в любой момент вы можете это сделать поменять героя это так звучит а как сейчас мы меняли героев ради таких моментов сейчас это особо не важно потому что сейчас это закрытая бета люди просто по фану играет а когда люди уже захотят качать в ранговых играх да уже когда ранговые игры появятся в ручь когда будет уже овервотч как киберспортивная дисциплина а близарды друзья уже очень много денег вложили в продвижение овервотч в качестве киберспортивной дисциплины то есть ведутся переговоры в секрете пока держится с кем конкретно но скорее всего это либо esl либо mlg и ждите что в скором времени уже я думаю прямо перед релизом будет громкий какой-то чемпионат по овервотч с командами которые уже будут готовы показать класс в этой игре будет интересно посмотреть даже я думаю что овервотч потенциал в плане киберспортивной дисциплины очень очень большой и и интересно смотреть даже знаешь вот вот это может быть но делать не знаю знаешь какой-то момент вспоминается сколько вот таких мультяшных всяких которые мы видим они дошли до и киберспортивно дисциплины серьезно киберспортивно да все игры я вот особо сумме к нему понимаешь тут даже делать не в графике то заключается я же говорю не про внешний вид я говорю про механику механика видно что нацелена на киберспорт ну я бы не сказал честно с таким огромным количеством хоть и хрен вот вот не понять до конца ну тут тут скорее да тут надо подождать подождать что сделает blizzard какой и какой будет следующий шаг blizzard of скорее но я думаю что все же но хайп хайп по поводу игры в очень большой и я более чем уверен что игра будет намного популярнее ход это это сто процентов определенно потому что но менее популярны чем hardstone мне кажется хотя кто знает шутер любят очень многие да как-то люди любят пострелять вспомнить каким был хорошим самом начале но там амбиции были намного ниже в hardstone это hardstone делала маленькая группа людей которые рассчитывал что это будет что-то такое казуаленькое которые люди будут иногда поигрывать а потом бахи взорвалось на овервотч ставка делается очень большая и посмотрим близарды ждут многое от овервотча но самая большая похвала для игры с моей стороны это когда я постримил ее закрыл стрим и продолжил играть вот сегодня так произошло я играл еще достаточно большое количество времени и играл бы и дальше играл бы и дальше продолжал бы это все нас прервали с прервали и на следующий день я буду снова играть но я еще тоже знаю по себе что я быстро сгораю я могу очень быстро наиграться поэтому наверно стоит себя ограничивать всегда и приятно иметь игру в которую ты хочешь возвращаться я хочу такую игру но пока я бы не сказал что такая существует ну знаешь прямо такая ты приходишь домой такой на на греха эти игры меняются со временем понятно да то есть это был там когда-то ворлов ворк но если вот мы сейчас говорим о blizzard тогда ворлов воркрафт потом hardstone ход с этой игрой не был вообще не верно ты совершенно не минуты да это моба для тех у кого не получилось в доте необычно не получилось в обычный могут да не обязательно в доту но дота для меня это как эталон образ сверхскилл сверхскилл хукать на пудже ну и друзья прямо сейчас вы и посмотрите как же у меня получалось хукать на пудже я желаю вам приятного просмотра надеюсь вам было интересно нас послушать мы с вами еще неоднократно посмотрим на геймплей овервотч разных персонажей мы в любой день в любой момент можем в него играть поэтому я постараюсь вам сделать максимально хороший контент а и кстати для тех кто со стрима пришел и такой ну сейчас будет я вам расскажу один маленький секрет как только я перестал стримить я начал играть хорошо играть получалось играли мы компании turbo я рич маквуд мрак мрак из двух веселых магов был хаос неразбериха все орали что-то свое короче может морал что-то люк как только я из этого хаоса вышел у меня все начало получаться вот в общем друзья спасибо вам большое что вы с нами будем продолжать вас радовать и дальше интересными роликами сейчас turbo свину в моем исполнении вместе с turbo надеюсь вам понравится а кстати роман ты зашел ну да я с тобой вот а стой вернись 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 на базу на какую базу ну где вы арестались ну вот теперь я здесь обсе зашел зашел смотри о я тоже могу а подожди а если хука ну стоит стоит можно 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 ты только что хукал ее она дернулась идем каллы посмотрим вали я сказал отвали мне наваляли не надо саппортов цеплять и сюда не настолько легко наваляли мне а мне навалить очень тяжело если честно то есть меня еще попробую бей но у меня вот именно персонаж да вот заточены на скилл определенно на скилл если ты хуком не попал то но ничего и не произойдет ты поймал что дает тут постоянно ловлю то есть вот этот крик ха 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 это когда до этого окей что опять не подходить и петь к не могу понять что за счетчик у заре вот это тут там заряд чего-то а богат бафа этот вести но только за счетчего набивается понятно сколько шутки попадать и самая пешная самая пешный скилл у turbo свита это под хил серьезно он просто восстанавливать тебя почти что полностью здоровья по хп 300 господи что есть забыл бы красивый его с ульты просто сейчас завалюсь я как бы пытаюсь по парню объяснить ситуацию ты можешь взять свой мофон а вот так вот а идет заря о не только заря давайте ребятки привет ребята о у меня я так и ну ладно я буду хилиться пока что царик сведению моя ульта не пробивай 4 а я еще собрал доигрался против троих здоров просто не было либерного ковбоя но мне льстит что нужно три человека чтобы меня убить ты знаешь можете вид достаточно двоих просто тогда у меня прям чувствую как кастаньеты стучат моих ушах это это давление может быть хук нет не пробивает щиты 4 то вообще как бы вообще ничего не пробивает я думаю может быть даже понять это не смысла нерфи все равно мы про свечи не научились их обходить как игра я не сказал бы середнячок я сказал бы топчик до игра хорошо друзья безусловно мастережка им под рукой то есть да даже на релизе даже на вот этапе хайпа да и так далее я редко когда играл в игру закончив пятичатовой стрим продолжал в нее играть и хотел дальше и дальше играть не правда то есть но это для меня это лично показатель серьезный показатель вот у blizzard есть какой-то до секретный ингредиент все-таки любовь до любовь к деталям так ну ладно трейсер там ждет уже парень ты знаешь что у меня хук да можно девушка и заряжку толерантен а вот он прям прям сбоку стоит добрый вечер зарядчет пытается мне доказать но ладно потом с тобой поговорим поговорите с ними как-то слишком много и одет я тоже так думаю совсем обложили беднягу чё толкаем себе козу вальненько да как обычно очередной день сколько раз мы подряд уже выиграли не знаю 5 6 это так у нас как как-то вообще поражение получается мы вот мы пытаемся да мы пытаемся но мы научились о вода щит щит блокирует мой хук то есть контракт контракт уху это щит да я думаю здесь контракт много чему но этот щит наверно со со самой неприятной такой вот этот вот огромный глобальный щит этого парня все забываю не юно рынка наш дракон и тут бегает парень а на втором тоже меня ульта уже подформил в бой нужно лошадь так пара готова куда пригвоздил куда ты меня пригвоздил перестань это делать ох 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 вот это был хатшот я понимаю я тебя прям не ожидал такого я должен себя похвалить я должен поддерживать себя в форме счет все летает вокруг взрывается мне кто же не по себе это уки был а когда ты стоишь на машине она быстрее едет или нет ну как бы то считается просто как ты толкаешь и все вы только не уже здесь нет я хомуху здесь кажется прохода нет окей я так и хотел хочешь по плохому будет а щит вот щит меня да хорошо так контрит конечно заря вернись мы не договорили с тобой там есть еще заря сзади к нам может зайти пути аккуратно окей я просто забил на нее уже надоел за ней гоняться мы толкаем отспаривается оспаривается а вот она пришла заря я тебе я тебе что сказал проблем 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 почему 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 мы не договаривались но куда она уехала обезьяна как мне щит этот контрит боже вовремя поставленный щит просто все все вторая фигня не ну не вовремя поставленный щит это много чего контрит ну то есть мой хук уже влетал и как раз щит прямо перед хуком появился и из-за этого но я был наказан одновременно красиво погибли как обезьянный камня у меня пока 841 нормальная столько 961 я будет уже третья ульта скоро да ты вообще говорю там делаю в движении купил в опять-то твою ж налево надо надо принципе предсказывать уже начинать действия врага щит защитом защитом но мы толкаем все равно то есть как бы да еще ребят и давай давай выходи ладно хотя бы одного ау ау ты такая давай давай откатывайся подкилка вот хорошо и к ну кого-нибудь подожди тогда дарит не мешай самые тупые мне идеи что это там уже я подошел к как бы крайнарду увидела его перед собой дал мускулака просто посмотрю нами как на идиоты мне еще нравится ваншотить людей скука 3 тряпочных таких типов трейсер там еще кто-нибудь нем достаточно урона куда хук ваншот этих ребят heroes never die так заря хватит я сказал хватит атаку что бейте кто-нибудь он богоподобен су а это не контрит но будем знать эту информацию фара ультанула в воздухе да я попал в нее куком вроде все равно ультует что поближе не промазал да ну не знаю может быть она все-таки успела меня до скорее всего произошло то что она меня убила за долю секунды до того как мы их все-таки и коснулся обидно а я хотел сделать плей плей недели и где они это все-таки много делается но толкает но те он хилит со всех сторон уже зашли и победили победа м если это толкает несколько отжимают изи не версия что молодец она несколько раз подымал он да и неужели good job good job это когда а да это было хорошо это было хорошо но я еще на захиле был божественно но тут мне грузовик помешал я хотел забрать это нет но все же добрал ой чтоб еще хуком попал надеялся не хватило до расстояния все благодарю лайк лайк но я нашел своего героя мне кажется я очень комфортно на себя на нем чувствую а вот нет поиграть огромное количество здоровья постоянный захил хуки которые наносят кучу урона и вот этот его флагкэнон который вблизи просто тонны урона вливает личный рекорд 662 очка за объекты нормально ну вот ты толкал просто во всем спасибо